Здравствуйте, с вами Александр Антипов, ваш бессменный ведущий самых весенних новостей по информационной безопасности. Далее в выпуске. Минус к доверию. Киберпреступники научились перехватывать звонки пользователей в банк. Мы предотвратили Скайнет и Терминатора. Но что делать с людьми? Тона новенького. Раскрыт главный виновник взлома SolarWind. Microsoft снова под ударом в нашей рубрике ТОП Инцидент. Итоги опроса и отпуск ведущего. И отпуск ведущего. И отпуск ведущего. И отпуск ведущего. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Жрите мацу. Мне кажется, этого блюда очень не хватает в рационе северокорейских хакеров. А мы поздравляем победителя прошлого конкурса Алекс Нагорный. Напиши нам в ютубе, и мы тебе вышлем замечательный приз. А наш флешмоб продолжается. Ставьте хэштег корейские хакеры и оставляйте послание. Не больше двух слов. Выигрывайте призы и оставляйте свой след в истории канала. По случаю 8 марта первую новость хочется посвятить нет, не нашим прекрасным дамам, а вам, мои уважаемые зрители и коллеги канала The Stand-Off. Ведь именно благодаря вашей помощи мы можем сделать так, чтобы с нашими прекрасными дамами никогда не случилось то, что случилось с героиней первой новости. А попала она по полной. Ничего не предвещало беды, когда жительницы Пенсильвании позвонили якобы из службы поддержки Xfinity. Дона не успела ответить на звонок, но сразу же перезвонила в компанию. Ей посоветовали обратиться в службу поддержки, что она и сделала. Ей ответила женщина, записавшая всю информацию, а затем звонок был переадресован. «Вашу учетную запись взломали хакеры из России и Китая», сказал мужчина на другом конце провода. «Только что они сняли с вашей карточки 5000 долларов». Для разрешения проблемы мужчина предложил испуганной женщине установить на iPhone специальное приложение. Дона согласилась. На глазах у изумленной женщины мошенник отправил все ее деньги на свой счет. По словам менеджера банка, это выглядело так, как будто Дона сама отправила деньги этому человеку. Как оказалось, существует техническая возможность перехвата исходящего звонка, что впоследствии подтвердили ФБР. Пока известно лишь о единичных случаях подобных атак, однако вполне возможно, что в будущем они приобретут массовый характер. Телефонное мошенничество – это целая индустрия со своими колл-центрами, четким разделением труда и отработанными методами социальной инженерии. Набирающий в последнее время принцип нулевого доверия должен также распространяться и на исходящие звонки. Большинство советов по защите от телефонного мошенничества сводится к одному – при любых подозрениях прервать телефонный звонок и перезвонить по контактному телефону с целью проверить легитимность поступившего звонка. Возможность перехвата исходящих звонков ранее существовала лишь в сложных целенаправленных атаках. Но, как мы видим, от подобных атак стали страдать и обычные пользователи. На прошлой неделе пострадала Дона Фрэнсис. Кто следующий? Зачем вы говорите со мной уже пять минут? Вы же сами сказали, что вы из банка. А вдруг я мошенник? Вы что, хотите остаться без денег, как Дона Фрэнсис? Сразу понятно, кто смотрит новости, а кто нет. Настоятельно советую показать этот выпуск прекрасным дамам из вашего окружения. Пусть они знают, насколько вам небезразлична их цифровая безопасность. Запасайтесь тушенкой, гречкой и нервами. Тем временем, когда пандемия коронавируса идет на спад, возможность новой опасности становится еще больше. Поговорим о кибервойнах. В последнее время геометрически растет число инцидентов безопасности, в которые вовлечены различные государства и преступные группировки, аффилированные со спецслужбами различных стран. Эксперты все чаще намекают о начинающейся мировой кибервойне. У генерального директора FireEye Кевина Мадия крайне пессимистичные мысли на этот счет. Кибервойна может затронуть обычных граждан и привести к массовой дестабилизации повседневной жизни. Приложения могут не работать, установки могут не работать, люди даже не осознают, от каких вещей они зависят. Внезапно цепочка поставок начнет прерываться из-за того, что компьютеры не работают. Правила ведения военных действий в киберпространстве не ясны, а это значит, что может быть разрешено абсолютно все. В мире, где к интернету подключено устройств больше, чем когда-либо прежде, пользователи могут подвергаться огромному риску. Все очень просто. Если вы можете быть взломаны, вы будете взломаны. По словам главы FireEye, в следующем конфликте, когда противники столкнутся в киберпространстве, в него будут втянуты обычные пользователи, хотят они этого или нет. Вы, наверное, слышали, что на уровне различных государств проводятся киберучения, как критическая инфраструктура государства способна отражать кибератаки. Считаю, что подобную практику должен проводить каждый гражданин страны, чтобы в будущем уменьшить возможность последствий кибервойны. В некоторых странах уже требуют внести в Конституцию право защищать свое жилище от кибератак и разрешить использование защитного кибероружия в повседневной жизни. Например, вы можете отключить все гаджеты на выходные. И если вы сможете продержаться хотя бы пару часов, у вас есть шанс выжить в будущей кибервойне. И снова об атаке на клиентов компании SolarWind. Выступая перед комитетом представителей США, бывший глава SolarWind сообщил, что один из серверов компании был защищен с помощью ненадежного пароля SolarWind 123. Столь ненадежный пароль был установлен стажером, нарушившим политики компании в отношении паролей. Более того, он опубликовал пароль в своей приватной учетной записи в GitHub. Исследователь безопасности Витон Хкумар уже предупреждал SolarWind о том, что доступ к ее серверу обновлений мог получить любой желающий, поскольку на нем установлен пароль, который использовался на компьютере стажера как минимум с 2017 года. Стоит отметить, что на сегодняшний день неизвестно, использовался ли данный пароль в атаке на клиентов компании SolarWind. В настоящее время проводится расследование компании, и какие данные могли быть похищены злоумышленниками, пока не ясно. Исполняющий обязанности директора по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Брэндон Дуэль сообщил, что только в 2022 году власти смогут полностью защитить свои правительственные сети, пострадавшие от атак хакеров на цепочку поставок. По словам главы агентства, на полное восстановление после взлома SolarWind управительство США уйдет от года до 18 месяцев. Даже полное понимание масштаба ущерба займет месяц. Теперь хочу обратиться к стажерам. Устанавливая пароль 123 на своем компьютере, вы в будущем можете спровоцировать глобальную кибервойну. Хотя, с другой стороны, это неплохой шанс прославиться. Напоминаю, на сайте Security Lab мы публикуем обзор самых интересных инцидентов по безопасности за последнюю неделю, с которым вы можете знакомиться по ссылке. В очередной раз атаки подверглись продукты компании Microsoft, которые пришлось выпустить экстренный патч для своего почтового сервера Microsoft Exchange. Патч исправлял 4 уязвимости нулевого дня, которые активно эксплуатировались китайскими хакерами. Работающая на китайское правительство АПТ-группировка Havnium использует подключенные к интернету серверы жертвы в качестве точки входа в ее внутренней сети. Havnium известна своими атаками на цели в США, в частности, на исследователей в области инфекционных заболеваний, юридические фирмы, высшие учебные заведения, оборонных подрядчиков и неправительственные организации. В новой волне атак в этом году группировка использовала 4 ранее неизвестные уязвимости в почтовом сервере Microsoft Exchange. Как сообщают специалисты Microsoft, злоумышленники эксплуатировали эти уязвимости в рамках сложной, состоящей из нескольких частей атаки для обхода механизмов аутентификации, получения привилегий администратора и установки на скомпрометированных серверах веб-оболочки. Власти США экстренно предупредили, что как минимум одна из обнаруженных уязвимостей используется киберпреступными группировками. Согласно экстренной директиве Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, федеральные гражданские управления должны либо установить обновления, либо прекратить использование ПО. Я удивлен, что подобные предупреждения не выходят в России. Microsoft Exchange – очень популярный почтовый сервер, который активно используется как в коммерческих, так и государственных учреждениях. Если вы еще не установили обновление, установите его как можно скорее. И постоянно читайте новости на Security Lab, чтобы быть в курсе самых актуальных угроз. Привет, Денис! Здорово, Саша! Скажи, ты когда читаешь вебинары, сколько ходят на них человек? Я не знаю, что. Сколько приходят? Чек 600. Вот. Интересуетесь самыми актуальными ИБ-событиями? Подписывайтесь на наш канал Security Lab в Телеграме. Будьте в авангарде цифровой безопасности. Не так давно мы проводили для зрителей нашего канала опрос. Его цель была следующей – получить от вас обратную связь и сделать канал лучше. От лица всей нашей команды я хочу вам сказать огромное спасибо. Большинство ваших предложений уже находятся в разработке. Также хочу сказать, что следующие две недели я буду в отпуске. Если позволит интернет, я сделаю выпуск новостей прямо из центра Африки. На этом все. С вами был Александр Антипов. Читайте наши новости, подписывайтесь на наши каналы в соцсетях и лайкайте это видео. Также я хотел бы поздравить всех прекрасных дам, которые хотят сделать свою жизнь безопаснее. С праздником 8 марта! Security Lab вас любит! Субтитры сделал DimaTorzok Атарак своему дам прямо сейчас. Итоги опроса и отпуск ведущего. И отпуск ведущего. Отпуск ведущего. Субтитры сделал DimaTorzok И отпуск ведущего. Можно я так буду сидеть? Пожалуйста. Все, я вижу, да. Жрите му отцу. Жрите му отцу. Кевин Мандила сообщил. Да ну блин, ну нет ни нашим прекрасным дам. А попала она по полной! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok